В мире существует множество крутых камер и продакшенов, которые снимают клипы мирового уровня. Но иногда артистам не хватает бюджета на клип или, например, кто-то хочет поэкспериментировать. И в мире появляются клипы, снятые на мобильные устройства. Сегодня я вам хочу показать 10 клипов, снятые на мобильные телефоны, и сделать свой топ с 10 по первое место. Это развлекательный музыкальный канал Russell Block, мы начинаем. 10 место. Гуэй Шум. Украинская фольк-группа Гуэй 22 января 2021 года представили клип на песню Шум. Видео было снято на одной локации в Киеве, возле пейзажной аллеи. Клип снимали на айфон, а бюджет съемки составил 500 гривен. Эти деньги ушли на костюмы, купленные в строительном магазине. В данном клипе можно увидеть много артефактов в виде темных участков на лице, плохой стабилизации и неидеального качества. Как мы можем понимать, что никто над постпродакшеном не заморачивался, и видео выпустили в том виде, в котором его снимали. Видео-клип успешно ротировался на музыкальных каналах в том же плохом качестве. Про формат ProRes, видимо, никто не задумывался. Позже видео было приснято на профессиональную камеру для конкурса Евровидения. Билли Айлиш решила тоже сэкономить и снять клип в период карантина на мобильный телефон. Сказать, что клип на песню Therefore I Am является шедевром я не могу, так как это больше похоже на дурачество со стороны исполнительницы. Но уже лучше что-то, чем ничего. Восьмое место Полина Гагарина Morning. Сейчас мы вернемся с вами в 2006 год, где еще не было айфонов и более-менее нормальных телефонов. Певице Полине Гагариной приходит предложение от компании Nokia снять клип на их телефон. Понятное дело, забаблишко. И певица снимает клип на песню Morning на Nokia N93. Смешной факт, что когда команда сдавала клип на утверждение, компания Nokia была в замешательстве и не могла поверить, что этот клип был снят на их телефон. В итоге режиссеру клипа пришлось перемонтировать видео и специально ухудшить качество. Слишком на то время видео выглядело идеальным. Клип Полины Гагариной Morning можно считать по праву одним из первых клипов, снятых на телефон в отечественном шоу-бизнесе. Седьмое место. Монатик Тай Улетаю. Первый клип украинского исполнителя Монатика также был снят на айфон. Разумеется, на то время не было никаких бюджетов у артиста, но было огромное желание. Клип Тай Улетаю снимали на айфон 4, без стабилизаторов и тем более без штативов. Возможно, это видео и хуже технически качеством, чем Гоя и Билли Айвиш, но зато в этом видео есть атмосфера. Шестое место. Нелета Сирень. Исполнитель Нелета много своих работ снимает на мобильный телефон. А еще фишкой таких съемок является один дубль. Даже если что-то идет не так, Даня Предков найдет решение обыграть дубль. Особого внимания требует работа на песню Сирень, снятая год назад на айфон в одном из московских двориков. Атмосферная видеоработа заслуживает лично от меня большой похвалы. И я смело могу сказать, что это видео круче и лучше многих профессиональных клипов. Пятое место. Таяна Фантастична Жинка. В 2018 году выходит видеоклип украинской певицы Таяны на песню Фантастична Жинка. Видео обработано футажом, имитирующим старую видеокамеру, а сама певица танцует на песке. Каковым было мое удивление, когда позже я узнал, что этот клип Алан Бадоев для певицы снял на айфон. Неизвестно, почему так редко Бадоев снимает Таяне клипы, но даже эконом вариант на айфон у Бадоева получается круто. Подача главного героя, выбор ракурса, крутая операторская работа и роскошный монтаж – это все, что вам нужно, чтобы снять клип на айфон. Так, чтобы никто не заподозрил. Четвертое место – Буррито и Ёлка – Ты Знаешь. Практически полгода ушло на то, чтобы видеоклип на песню Ты Знаешь увидела публика. Сами артисты Ёлка и Буррито отснялись за один день на айфон 4, но дополнительные кадры города снимали на протяжении нескольких месяцев, столько же и занял монтаж видео. Я считаю, что работа получилась очень крутой, а песня полюбилась многим слушателям. Третье место – Макс Фадеев «Гугуша». Для переиздания песни «Гугуша» Фадеев не планировал никаких видеоклипов, но отдыхая на Бали, музыкант решил сам отснять видео на эту песню. Вот что говорит сам Фадеев. Я когда был на Бали, просто поснимал на айфон разные моментики. Я его сейчас смонтирую и у нас получится клип, который я снял вот этими руками. Бюджет клипа, я думаю, долларов 50. На втором месте у меня певица Леди Гага и ее космический клип на песню Stupid Love. Это была коллаборация певицы с компанией Apple. Которая отсняла для нее клип на территории одного из природных памятников штата Калифорния, трона Пинаклс. Суть видеоклипа – показать другую планету хроматика, на которой обитает певица и разные племена. Дополнительно на постпродакшене дорисовывали графику и вытягивали кадр, чтобы певица была повыше и худее. Многим фанатам не понравился данный эксперимент, так как после долгого затищия ожидали от певицы мега крутого клипа. Но даже просматривая данную работу, можно смело сказать, что камеры в телефонах могут снимать клипы в качестве 4К и ротироваться на телеканалах. Первое место у меня занимает клип «Татарка Алтен», который был снят на Samsung Galaxy S7 Edge. Понятное дело, что это была коллаборация блогерши Иры Смелой с компанией Samsung, а данный клип на телефон снимал Эльдар Джарахов. После релиза клип оказался на первых строчках трендов YouTube и набрал большое количество просмотров. На данный момент клип удален с YouTube. Я считаю это идеальным клипом, снятым на телефон, потому что операторская съемка по ракурсам на профессиональном уровне. Монтаж и футажи клипа сделали его атмосферным, а также подчеркнули именно то, что клип был снят на телефон. И самое главное, что после просмотра этого видео возникает желание и самому снять что-то подобное. Спасибо огромное за просмотр, а также я вам предлагаю посмотреть видео «Падение звезд на сцене». Вот оно. А также, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. С вами был музыкальный канал Russell Block. Пока.